Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Истина в цифрах. Горы с полкоми подвели итоги социально-экономического развития за год. Лентабельность продаж, мне кажется, достигла исторического максимума 8,3%. Как сработал промышленный сектор. Если знаете, звоните 102. В Могилёве разыскивают и женщину. В чём её подозревают? Битва за кубок. В Бобруйске проходит турнир по греко-римской борьбе. Я тренируюсь с самого детства, и моя цель – стать олимпийским чемпионом. За что сражаются спортсмены. А также совместные учения, умные приборы и временный сбой. На выходных возможны проблемы с кассовыми операциями и банковскими картами. Выход на качественно новый уровень. В Бобруйском гору с полкоми подвели итоги социально-экономического развития города за год. А гордиться действительно есть чем. На треть выросло промышленное производство. На 14% увеличилась зарплата. Положительное сальдо внешней торговли – 162 миллиона долларов. Максимальный показатель за последние 9 лет. Прибыль от реализации возросла в 2,6 раза. Рентабельность продаж достигла исторического максимума. Заработная плата, экспорт услуг, новое жильё, доходы и расходы – основные тезисы заседания горисполкома. Здесь подвели итоги социально-экономического развития города за год. А он был хоть и непростым, но, несомненно, удачным для Бобруйска. Несмотря на санкционное давление, промышленный сектор сработал на отлично. Рост объёмов производства – более 30%. В городе обеспечено поступательное развитие отраслей экономики. Выполнены два из трёх ключевых показателей. Зарплата возросла до 1283 рублей, в том числе за декабрь – 1476 рублей. Совокупное поступление доходов увеличено почти на 15%. Промышленность Бобруйска обеспечила 24% объёмов Могилёвской области. Годом ранее – 21%. Продукции произведено на 2,8 миллиарда рублей. В числе лидеров – ТАИМ, Бобруйск-Сельмаш, завод растительных масел, Бобруйск-Трикотаж и типография имени Непогодина. Хорошо сработали также ТДИА, Белшина, Бобруйск-Огромаш, Красный пищевик, Славянка и Пинск-Древ-Бобруйск. Почти в два раза уменьшилось количество убыточных организаций. На 90% сократились складские запасы. По удельному весу экспортной продукции в объёме произведённой, наш город традиционно занимает одно из ведущих мест. Свыше 50% продукции идёт на экспорт. И по итогам января-ноября могу отметить, что сохранился тот рост экспорта, который был ещё и в 2021 году, а по итогам 2021 года темп составлял 127%. В 2022-м динамика сохранилась. Плюс город прирос по экспорту на 14%. Положительная сальдо внешней торговли – 162 миллиона долларов. Это максимальный показатель за последние 9 лет. Качество бобруйской продукции оценили в 56 странах мира. Основным торговым партнёром по-прежнему остаётся Россия. Туда поставляется 80% товаров. На втором месте – Казахстан. Тройку замыкает Израиль. Финансовые результаты работы реального сектора экономики в этом году также сохранили положительную динамику. Это, конечно, и выручка от реализации продукции, и прибыль от реализации возросла в 2,6 раза, и рентабельность продаж, мне кажется, достигла исторического максимума 8,3% при 4% годом ранее. Абсолютное большинство предприятий сумели оперативно перестроить свою работу в условиях санкционного давления. Более того, наладили выпуск 26 импортозамещающих товаров. Каждая третья организация города выпустила инновационную продукцию. В общем объёме её удельный вес – 15,5%. Для сравнения по области – показатель 13,3%. Обозначен бюджет Бобруйска и на будущий год. Он по-прежнему сохранит социальную направленность. На финансирование сферы образования и здравоохранения будет затрачено более 80%. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Особые приметы в Могилёве разыскивают женщину. В одном из продуктовых магазинов её зафиксировала камера видеонаблюдения. Фикранку подозревают в совершении преступления. Проживает она, предположительно, в районе домов 65-89 по бульвару Непокорённых в областном центре. Белорусска полного телосложения. Была одета в тёмное пальто с капюшоном и меховую шапку. Лицо овальное, нос прямой, глаза и волосы тёмного цвета. Всем, кому известно какие-либо сведения, просьба звонить на номер 102. В небе и на земле в Беларуси продолжается лётно-тактическое учение. На полигоне Ружанский прошёл розыгрыш практических действий. В рамках первого этапа отработаны задачи по планированию и применению авиации региональной группировки войск. Повышают навыки экипажа на аэродромах и отдельных участках местности. Так, более сотни военнослужащих 38-й воздушно-десантной бригады совершили прыжки с парашютом из самолёта Ил-76МД. Выброска происходила с высоты 600 метров с вооружением и экипировкой. Развитие обстановки, её напряжённость вынудило нас уже в прошедшем году нарастить наши силы и средства радиотехнических войск, генетно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Задействованы и подразделения ПВО. В частности, радиотехнические войска держат под постоянным наблюдением воздушное пространство над Белоруссией вдоль её границ. Мониторинг неба осуществляется с помощью одной из инновационных систем, заступивших на боевое дежурство. Трассовый радиолокационный комплекс СОПК-2. Измерительный блок, усиленный контроль и очередная уловка. В интернете появилась новая схема мошенничества. Кого обманывают на этот раз? В Беларуси на выходных возможны проблемы с кассовыми операциями. Это связано с проведением технических работ, которые запланированы с 9 утра в субботу. Подобные сбои наблюдались 2 января. Тогда пришлось на время закрыть десятки торговых объектов и заправок. Кроме того, ночью 28 числа могут возникнуть неполадки и с банковскими картами. В стране расширят применение сплит-счётчиков. Умные приборы устанавливаются на опорах линий электропередачи и позволяют дистанционно снимать показания. После подключения данные отображаются в личном кабинете пользователя. Их можно посмотреть через смартфон или ноутбук. Использование таких технологий уменьшает хищение электроэнергии. В интернете появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники предлагают семьям с детьми заполнить на сайте форму для получения социальных выплат. Там просят указать личные данные и номер банковской карты. После обещают перевезти деньги, но на деле обнуляют кредитку. В Минтруда и соцзащиты акцентируют – любая помощь оказывается только после подачи заявления. ГАИ усилит контроль на дорогах. Во время гололедицы увеличивается тормозной путь и риск наездов на пешеходов. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, держать дистанцию и боковой интервал. Лучше отказаться от обгонов и резких манёвров, которые могут привести к созданию аварийных ситуаций. Международный аэропорт Кольцова составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые выполняют рейсы в Екатеринбург. По итогам прошлого года в тройку лидеров вошла «Белавия». При оценке учитывалось время задержек. Допускалось отклонение более чем на 15 минут от расписания, если на это повлияли не те условия. Микс лиственных и хвойных пород. В стране в 2022-м вырос спрос на дрова. Выполнено свыше 240 тысяч заявок. Утвоились продажи и колотые продукции. Всего белорусы купили больше полутора миллиона кубических метров древесины. Это связано с открытием новых торговых площадок. Плюс повлияла ранняя зима. Заказать топливо в некоторых лесхозах можно даже онлайн. Есть у нас возможность сейчас оказать услуги по разделке в том объеме, который нужно населению. Потому что в мае месяце, в летних месяцах, когда идет пик нагрузки, не все желающие смогут получить. А сейчас, пожалуйста, кому нужна разделка, дрова пиленные, дрова рубленные, приходите и всех будут обеспечены. Цены остались на уровне прошлого года. Тонны брикеты обойдется в 29 рублей, кубометра дров стоят еще дешевле – 9. Выписать топливо можно в будние дни с 8 до 17. Схватки на ковре. В Вабрюйской проходит 43-й турнир по греко-римской борьбе памяти генерал-майора Бахарова. В заючном листе больше 200 фамилий спортсменов, которые представляют разные регионы страны. Так бросать или не бросать – ответ искала Ольга Васенда. Подъем, пробежка, завтрак, тренировка – и так по круговой системе. Обычно уклад Егора Прохоровича отличается от жизни его сверстников. Парень начал заниматься борьбой в 9 лет. Сейчас ему 16. Талантливого спортсмена заприметили в Минском училище Олимпийского резерва. Пришлось переехать из Бобруйска в столицу. Там и учеба, и спорт – ничего лишнего, не способного отвлечь от главной цели. Я тренируюсь с самого детства, и моя цель – стать олимпийским чемпионом. Я хочу доказать что-то своим родителям, знакомым, друзьям. Родной город не забывает, конечно, но чаще сюда возвращается ради соревнований, нежели отдохнуть. Этот раз не исключение. На турнир Егор приезжает в качестве титулованного борца. В копилке десятки наград различного уровня. На ковре он доказывает свою высокую квалификацию. Две схватки – столько же побед. Весовая категория – до 55 килограммов. Спортивный комплекс «Спартак» видывал много соревнований. Нынешний один из самых многочисленных по составу и давно уже стал традиционным. 43-й турнир по греко-римской борьбе памяти генерал-майора Бахарова собрал свыше 200 спортсменов со всей Беларуси. Ребята доказывают, показывают свои лучшие результаты, на что они готовы. А я, как старший тренер, жду их в сборную команду. Мы выбираем, отбираем с дальнейшим прицелом для участия в чемпионатах мира и Европы. Сейчас на ковре борцы в возрасте от 11 до 16. У каждого одна установка – уложить соперника на лопатки. Борьба – один из самых древних видов спорта. Есть вольная и греко-римская. В классической запрещено использовать ноги, проводить подсечки, делать подножки и выполнять захват руками. Схватка делится на два периода по 120 секунд, плюс полминуты перерыв. Уровень достаточно очень сильный, поэтому за первые места присваивается кандидат мастера спорта. Поэтому ребята едут выполнять нормативы. Очень большая конкуренция. Очень приятно, конечно, что в этот раз нас посетили наши выпускники. Победителю турнира вручают заветный кубок. Всего 10 чемпионов по одному в каждой весовой категории. За второе и третье места – медали соответствующего отлива. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Боброиск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok